Всем привет, друзья! Часто беженцам в Польше может понадобиться такая юридическая помощь, в основном которая нужна на уровне консультаций, либо разъяснения тех возможностей, которые есть у беженцев в Польше. И, конечно же, есть как платные услуги юристов, но также есть и право на бесплатного адвоката, которое положено как гражданам Польши, так и иностранцам по закону. И польский Минюст сообщает, что беженцы могут рассчитывать на такую бесплатную юридическую помощь от адвокатов Польши по всей стране. И в этом видео я вам расскажу, куда могут обратиться граждане Украины, которые оказались в затруднительном положении, и где расположены вот эти центры юридической помощи, в которых разговаривают на украинском языке. Поэтому досмотрите это видео до конца. А перед началом данного видеоролика хотел бы напомнить, что мы делаем различные документы для заезда в Польшу. Приглашение, страховки, помощь в открытии рабочей визы. Поэтому вся информация будет внизу в описании под видео. А мы начинаем. Поехали! Так вот, Минюст Польши напоминает о возможности такого использования системы бесплатной юридической помощи для беженцев из Украины. Основание для нее это закон от 5 августа 2015 года о бесплатной юридической помощи для гражданских консультаций. Так вот, пользоваться такой помощью могут все лица, которые проживают в Польше, в том числе и иностранцы. При этом подчеркивается, что заранее подавать заявление о предоставлении какой-либо международной защиты не обязательно. Помощь будет вам оказана в любом случае. И в настоящее время можно обратиться в более чем полторы тысячи пунктов бесплатной помощи в Польше. Что, конечно же, немаловажно. Иностранец может выбрать специализированный пункт, где помощь будет оказана как на русском, так и на украинском, так и на английском языках. В других случаях есть также возможность это привести с собой переводчика. Если вдруг нету людей, которые разговаривают на языках, которые перечислил выше. И такая бесплатная помощь может быть оказана лично или посредством какой-либо дистанционной связи. Поэтому это уже вы выясните самостоятельно. И в разных городах Польши есть такие пункты помощи, как я говорил. Но как же найти эту юридическую помощь в вашем городе? Так вот, большинство пунктов помощи, они, конечно же, тематические и работают именно в своем направлении юриспруденции. Однако есть и общие центры помощи для украинцев Польши. Внизу в описании под видео я размещу ссылку на файл с выборкой тех пунктов, в которых язык общения это украинский, русский, либо английский. Пункты размещены по воеводствам, а регионы указаны там в алфавитном порядке. Поэтому вы можете скачать этот файл, ознакомиться, если вам нужна вот такая юридическая помощь. Но также под конец видео хотел бы выделить такую помощь в ряде городов, которые могут вам помочь. Первое это Познань. Там местные власти создали такой специальный контактный центр, где лица с такой временной защитой могут выяснить самые расхожие вопросы и уточнить где и когда они смогут получить бесплатную юридическую помощь. Контакты вы можете видеть на экране. Следующая помощь это помощь украинцам в Лодзе. Так вот в этом городе также оказывают бесплатную юридическую помощь. Ее делают адвокаты Лодзинской юридической палаты. Записаться на прием можно по электронному адресу, который вы видите на экране, либо по телефону конкретного юриста. Также видите разные контакты на экране. И также это помощь украинцам в таком городе, как Краков. В Кракове на данный момент известно о следующих пунктах оказания бесплатной юридической помощи, которые опять же вы видите у себя на экране. Если вы не входите в один из этих троих городов, то внизу будет PDF-файл, который конечно же вы можете скачать и найти тот пункт, который вам ближе всего. Ну что же друзья, надеюсь я в этом видео вам помог не только вот этой информацией с PDF-файлом, но также и дал вам понимание того, что в Польше можно получить бесплатно юридическую консультацию. Поэтому если это видео было полезным, то поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!